Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Иисуса Христа. Сегодня 27 января, и по календарю, международному календарю ООН, сегодня день памяти жертв Холокоста, или как в нашей еврейской традиции мы говорим Шоа, этой трагедии, которая разыгралась во время Второй мировой войны. Почему по календарю ООН несколько лет назад было принято историческое решение таки почтить память жертв Холокоста на самом высоком международном уровне, чтобы во всех странах участников ООН вспоминали эту трагедию и молили Бога о том, чтобы действительно не повторилась подобная страшная трагедия на нашей земле. И 27 января сегодня вот этот самый день памяти. Мы молимся о мире, молимся за Израиль, молимся за евреев, просим Бога о мире между народами. И вспоминая подобной трагедии, знаете ли, делаем выводы с сегодняшним днем, потому как действительно мир, как написано уже в Библии, говорится, во зле лежит. И это зло действительно, как мы видим, становится еще как бы злейшим в наши времена. И с другой стороны и свет еще более ярче становится. И просим Бога милости о том, чтобы действительно, как вот раньше писали, миру мир. Сегодня мир нуждается в этом святом Божьем мире. И в день трагедии, в день памяти вспоминаем как раз освобождение. Потому что сегодняшним числом, 27 января, как раз частями советской армии были освобождены узники Аушвица или, как мы его обычно знаем, Освенцим, концлагерь, такой известный концлагерь. Сегодня в Польше проходят эти мероприятия, посвященные как раз Дню памяти. И с разных стран, в том числе с России, присутствуют гости, делегаты, религиозные лидеры, политические лидеры. И просто граждане, обычные граждане с разных стран мира присутствуют на этих мероприятиях. Я сам не смог быть в Польше. Надеюсь, в следующем году уже побываю как раз в Аушвице, Освенциме, в этом концлагере, который сегодня является достоянием ЮНЕСКО и ООН под охраной. И является как бы объектом памяти, напоминания миру о той страшной трагедии, что разыгралась во время Второй мировой войны. Пусть Бог вас благословит, дорогие друзья. Я сегодня пою благословение на вас, на всех, на Израиль, на всех евреев и на все народы нашей истрадавшейся планеты. Во имя Господа Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Иисус Христа Мессия. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Когда пришел в этот мир спаситель, то было провозглашено мир этой земли, мир планеты земля, мир народам. В человеках благоволения, к людям благоволения Бога. Пусть сегодняшним днем с нашей земли возначающиеся молитвы о мире будут услышаны, и пусть Господь благословит нас. Пусть Бог благословит Израиль, пусть Бог благословит всех евреев, пусть Бог благословит все народы нашей земли. И пусть Бог благословит миром и примирением, прощением, в котором так мы все нуждаемся, все люди. Из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Киевская архиепископия. И по скриптум, приглашаю всех уже заранее на предпуримные и постпуримные семинары, посвященные как раз и трагедиям, и избавлениям божественным. О пуримом, состоявшемся и не состоявшемся, таким как Холокост, Шоа, во время Второй мировой войны. О причинных следствиях, будем молиться о том, чтобы в наши дни совершалось Божье избавление, Божий и Святой Пурим. Чтобы мы были верующие разных конфессий, разных наций, динаминаций, были действительно чутки к Богу, внимательно к Его Слову. Мы жили в любви к Создателю нашему и к нашему Небесному Отцу, и друг к другу. В феврале и в марте эти будут семинары проходить в городе Киеве. Приглашаю всех. Объявления будут заранее выставлены. Объявления в социальных сетях, в блоге моем, на Ютубе. Буду давать эти объявления. Пусть Бог благостает всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.